Добрый день, дамы и господа! Добро пожаловать! Сегодня очень важный момент. Мы впервые открываем список самых богатых людей Индии. Как вы знаете, Форбс уже невозможно представить себе без такого списка, который он выпускает по всему миру. И сегодня индийское издание дебютирует со списком богачей Индии. Как журнал, мы надеемся, что разумный капитализм в качестве более гуманной формы капитализма так или иначе будет действительно построен в этой части света и, возможно, повсеместно и попытается изменить мир к лучшему. Спасибо еще раз. Это прекрасная возможность. Давайте начнем. Замечательный пример пришел мне на ум, пока я готовился. Это история бога Рамы, который вместе с женой Ситой и братом Лакшманом пытался переправиться через реку. Нашелся лодочник. Я уверен, некоторые из вас эту историю знают, но все равно хочу ее рассказать. Лодочник в конце поездки, после того, как помог Раме переправиться, отказался брать за это плату. Лодочник отказался, а у Рамы, очевидно, не было ни кредитной карты, ни наличных, и он попросил госпожу Ситу отдать свое кольцо. Лодочник отказался и заявил, «Мы с вами занимаемся одним и тем же. Жрец не берет денег с другого жреца, и бродобрей не берет денег с другого бродобрея». Рама, тщательно обдумав услышанное, тем не менее спросил, «Я могу понять ситуацию с двумя жрецами или с двумя бродобреями, но почему мы с вами занимаемся одним и тем же?» И лодочник ответил, «Господин, я переправляю людей в пределах одной жизни, а вы — из жизни в жизнь». Итак, вот два бизнесмена на одной сцене. Большое спасибо, что вы с нами. Скажите, каково это — ощущать себя богатым человеком в бедной стране? В конце концов, эта страна не миллионеров. Когда вы проходите мимо, люди знают, что вы чрезвычайно богаты. Смотрите, я не чувствую себя богачом. Что я чувствую? Я играю в теннис на деньги, которые заработал. Я хочу достичь чего-нибудь. Играя в теннис, я ведь борюсь не за деньги, это просто азарт. Так же и с успехом. Попытайтесь его достичь. Вот, к примеру, мой отель «Тадж Кришна». Я бывало обедал в ресторанах отелей, разъезжая по Индии, и хотел построить самый лучший отель. Когда я говорил об этом, люди начинали смеяться. Представьте, мне звонили из других гостиниц и говорили, что я сумасшедший, если собираюсь построить такой отель. Это было безумием, но потом они говорили мне, «Ты молодец, теперь я такой уже не могу построить». Это как родители, когда они верят первые пять лет. Они не верили, не только родители, никто. Давайте обратимся к Шри-Шри Рави Шанкару. Ваше Святейшество, среди ваших последователей по всему миру есть простые люди, есть политики, есть бизнесмены, всех цветов кожи и нашего в том числе. И многие из них, я уверен, обращаются к вам. Материально богатые, но духовно бедные. Я уверен, кому-то из них вы это уже объясняли. Не расскажете ли теперь нам, что вы думаете о назначении богатства? Знаете, есть разные виды богатства. Кто-то богат мудростью, кто-то богат жизненной силой, кто-то богат энтузиазмом, кто-то богат художественным воображением, и кто-то богат своим банковским счетом. Так что ты можешь быть богат чем-то одним, и при этом совсем не обязательно богат чем-то другим. И лишь когда вы достигаете баланса всех сторон жизни, приходит удовлетворение и наполненность. Иначе это похоже на труп, наряженный и на помаженный, но безжизненный. Ходячие мертвецы вокруг. Да. И пора вернуться к жизни. Правильно. Нужно наполниться жизненной энергией, сочувствием, человечностью. И я вижу смысл богатства в создании комфорта вокруг тебя. А если оно создает дискомфорт, то утрачивает всякий смысл. Это правда. Вообще, богатство — это не самообман, не трясина, засасывающая все глубже, ведь оно вызывает своего рода зависимость, а потом наступает чувство опустошения. Допустим, я не богач, и все еще продолжаю свой духовный путь, и не знаю ответа. Что бы вы посоветовали людям, которые хотят смотреть на богатство шире и преодолеть свою ограниченность? Единственное, что они должны всегда помнить, это лошадь для них, а не они для лошади. То есть, богатство — это лошадь. Правильно. Вы чувствовали, что богатство — это лишь средство, а не самоцель? Смотрите, в начале жизни вам нужны какие-то первичные средства, первичные условия. А потом вы думаете, слишком много богатства, оно создает проблемы. Понимаете? И при этом нужно осознавать, вы не богатство для себя создали, а возможности для других, строя что-либо для страны, для людей, для общества. И на этом пути вы не один. Когда мне хорошо, мне надо, чтобы и другим тоже было хорошо, чтобы они тоже были счастливы. И следующий шаг, если можешь создавать богатство, то должен делиться им с обществом.